или случится сексуальное насилие. Сексуальное насилие, как известно, случается с мужчинами и женщинами. Так вот, это одна история. Это то, что называется горе, это то, что называется трагедия. Другая история, когда вы находитесь вполне себе сознательно в паре, где над вами регулярно совершается эмоциональное, а то и физическое насилие. Вот это будет категория, когда вы не являетесь в полной мере и личностью, то есть в полной мере собой. Это случается, когда, например, душа у человека, психика, она так поранена, что это может быть и у мужчины, и у женщины, что кому-то в паре кажется, что это проявление злости и агрессии, это и есть а-ля любовь, или это и есть плата за то, чтобы быть не одному, или это есть плата за якобы хорошее отношение, которое случается между агрессией, или это плата за то, что я плохой. Ну и, соответственно, это может быть как с мужчиной, как и с женщиной. Но как только мужчина становится мужчиной, он не даст этой возможности женщиной, чтобы она его била, унижала, оскорбляла, выгоняла из дома, царапала ему лицо, или еще что-то происходило. Точно так же и женщина не позволит мужчине так с собой обращаться. Ну, давайте тогда поговорим о том, что случилось у нас внутри истории, то, о чем мы говорили сегодня. Не помню, с чего началось, как-то этот диалог с утра, почему, собственно говоря, кто-то спросил про мужчин, про то, за что платит мужчина. Наверное, это было еще как-то раньше, когда девушка написала про то, что ее любовник, покупая билет в театр, оплачивает только свой билет. И я ей ответила про то, что, ну, значит, ущербный любовник мог бы, что называется, взять рассрочку в Сбербанке, какой любовник, такой банк. Но суть в том, что дальше постепенно как-то разговор ушел в тему того, в такое разделение на несколько лагерей, причем, по-моему, оба лагеря не слишком понимают, о чем я на самом деле говорю. Это как то, что мужчина вообще ничего не должен оплачивать, потому что одинаково и женщина же работает, почему, собственно говоря, он должен сесть на него и куда-то поехать. и противоположная, да, такая динамика про то, что мужчина должен оплачивать все всегда. И это как бы вот естественно настолько, что принимается, ну, едва ли без благодарности. Так вот, здесь важно понимать, что если мы идем все-таки глубоко-глубоко-глубоко, то самое главное, это когда человек в своей жизни, вот просто живя в такой поседневности, в совершенно своей обыкновенности, ну, по сути, он начинает жить так, как если бы в любой момент жизни Бог на него смотрит. Вот если ты в любой момент своей жизни знаешь, что Бог в тебе видит, ты как мужчина согласишься ли на то, чтобы женщина, которой ты ухаживаешь, да, или женщина, с которой ты сейчас проводишь время, или женщина, с которой ты собираешься тем более спать, что ты с нее так это спокойно возьмешь потом и вычтишь из счета половину цены съеденных булочек и, там, не знаю, например, чашку кофе. И это как будто бы для тебя будет нормальным для твоей собственной души. Вот в чем вопрос. Будет ли это нормально для твоей собственной души? Будешь ли ты тогда спокойно относиться и считать самого себя мужчиной? Вот. Будешь ли ты тогда считать себя мужчиной? Или нет? Точно так же, если женщина думает о том, что в любой момент жизни, уж тем более, когда она находится за своим мужчиной, и Бог ее видит, будет ли она унижать мужчину? Будет ли она отвергать мужчину? Будет ли она считать его, например, там, хуже себя? Или будет ли она вести себя как-то неподобающе, чтобы ему было за нее стыдно? Да, или будет ли она смотреть на других мужчин так, чтобы он почувствовал себя ущербным, например? Ну и так далее и тому подобное. Так вот, если задаваться этим вопросом почаще, то, в принципе, в этот момент все априори потихоньку начинает остановиться на свои места. Потому что душа, она, как известно, больше головы. И на уровне головы, конечно, могут происходить, ну, то, что называется, какие-то ошибки, какие-то нюансы, недостаток воспитания. Но если мы смотрим совсем глубоко, то у нас включается такая категория, как душа, как совесть, да, как понимание, а кто и такой на самом деле. И тогда поступать таким образом будет ниже своего достоинства. Вот в чем дело. Я не захочу ронять свое достоинство. Причем речь, конечно, не идет о том, что мужчина, например, априори, да, то есть это же не позиция там содержанки, например, что если, предположим, вы встречаетесь с мужчиной, вы его, а, не любите, б, не уважаете, он вам все равно по группе жизни обязан. И уж тем более он обязан обеспечить вас так, как вы сама для себя решили. Естественно, есть такое здравое понимание, в каком бюджете, да, в каком вообще, может быть, в срезе социальном мужчина вертится. И если вдруг вы встречаетесь там с мужчиной, и вы понимаете, что он, например, врач, хирург, полицейский, ну, как минимум, достаточно странно унижать его или оскорблять его тем, что он ведет вас на ужин, например, в повседневный такой, в обычный ресторан, они везут вас в Монако, и они кормят вас в Мишлени. Потому что помимо денег, да, помимо денег, есть что-то другое, что на самом деле гораздо дороже, и что мужчина вносит в отношения. Это, по сути, и есть такая покрывающая история, то есть готова ли я, как женщина, встать за мужчину, опереться на него. И это вообще не только про деньги, это про что-то большее, да, это про то, что я могу доверить этому мужчине себя, свою жизнь, своих детей, могу доверить свою слабость, могу доверить свою уязвимость. И точно так же он, как мужчина, он держит мир на своих плечах, когда он встает с утра и выходит из дома, и идет на работу, но при этом, когда он приходит к женщине, вот там он должен быть залюблен, вот там он должен быть балован, вот там он любим. И тогда это возникает некая целостная конструкция. Женщина, которая как-то, ах, Ная Аюбова, которая говорит про то, что я якобы засоряю женщинам мозги, у них конкуренции будет меньше, у нее, а я, значит, страдаю по подаркам и деньгам. Поверьте, я не страдаю по подаркам и деньгам. И как-то так подозреваю, есть у меня такое подозрение, что то, что вы подразумеваете деньгами и подарками, я уже давно не отношу к категории денег, потому что нахожусь в каком-то совершенно, наверное, как мне кажется, другом уровне бизнеса, других доходах, чтобы размышлять о том, что мне нужен мужчина для того, чтобы у меня были деньги. Мужчина мне для того, чтобы у меня были деньги, не нужен. Более того, на свете не так много мужчин, вот так вот в повседневной жизни, которые могут предложить мне денег больше, чем я зарабатываю. Соответственно, из этой категории я как-то вообще не соотношусь. Соответственно, давайте все-таки смотреть на какие-то большие вещи, на то, что у нас есть история таких вишенок, и есть база. Ну, как, например, у вас есть елка, искусственная новогодняя. Вы ставите ствол, а в ствол вставляете ветки, а потом нанизываете игрушки. Естественно, если у вас нет внутри вот этого стержня, да, то куда-то пытаться вставлять ветки и куда-то нанизывать игрушки, конструкция не соберется. Проблема начинается, когда люди начинают гоняться, например, за вот какими-то вот игрушечками. Им кажется, что если в моем пространстве появилась, например, игрушка, игрушка появилась, то якобы я уже нахожусь в таких отношениях, которые... Ну, должен быть стержень. Ну, например, знаете, как бывает, когда, предположим, женщина встречается с мужчиной и с достатком, с каким-то таким серьезным, допустим, да, относительно того, как живет она. И этот мужчина ей много чего начинает покупать. Может быть, потому что он хорошо воспитан, а может быть, просто потому что он так отмахивается. Для человека, у которого денег много, да, или там есть, допустим, избыток этих денег, для него мечты, ну, большинства женщин, это то, что очень легко закрывается. Это то, что очень легко закрывается. Соответственно, она будет как-то восторгаться тем, что он подарил ей сумку, завозил ее, не знаю, на Мальдивы и отвел ее в магазин. А для него это вот так вот. То есть он это заработал, например, за час, а у нее вот из этого раздувается вот какая-то вот такая-то такая вот история, и ей кажется априори, что он ее любит. Почему ей так кажется? Потому что ей кажется, что она раз и получила вот эту вот игрушку. Но вот этого стержня внутри у нее нет. То есть она не смотрит на чувства, она не смотрит на близость, и она вообще не идет, ну, вот в какое-то большое. Ей достаточно вот этой игрушки, которую вы на нее повесили. Но некоторые люди так живут, да, некоторые люди даже считают, что это, собственно говоря, и есть любовь, или это и есть то, зачем надо ходить или к чему надо стремиться. У нас огромное количество, если вы зайдете, например, я даже сейчас не про онлайн-проекты говорю, если вы зайдете, например, в книжный магазин и посмотрите на книжные полки, да, что продается в магазине в разделе психология, там есть огромное количество книг. Я вот, например, вчера провела в книжном магазине, полтора часа в надежде найти книжку по психологии. Так вот, сделать это достаточно трудно, потому что в разделе психология огромное количество книг на уровне потреблятства, да, что мне нужно сделать, чтобы мужчина потратил на меня больше денег. Это все описано, как там идеальная любовница, например, или, ну, это то, что меня вообще поразило, там какие-то откровения вебкамщицы, да, то есть это продается в центральном книжном магазине на Невском проспекте. Как будто бы вот это является некой моделью, да, вот эта проституция на вебкамеру, а и исповедь этой проститутки, это то, к чему, соответственно, нужно стремиться, как некая модель. Так вот, а если мы понимаем, что модель-то находится не в игрушках, а модель находится внутри, то, соответственно, у вас начинается совпадение с коридором мужчин, у которых точно такая же модель есть внутри. От остальных вы просто отходите в сторону. Если вы понимаете, что мужчина это тот человек, ну, знаете, можно взять, например, давайте пойдем проще, да, если непонятно про игрушки и про елочку, давайте пойдем проще. Что такое красота мужчины, что такое красота женщины? Вот в вашем понимании, что это? А если мы говорим о более глубоких вещах, а не о елочных игрушках? Можно поотвечать? Душа. Ну, поступки. Мозги и поступки это красиво, это правда. Порядочность, доброта, красота мужчины это ум, галантность, юмор, ответственность, надежность, интерес. Ну, наверное, не интерес, да, может быть, я не знаю, что конкретно вы имеете в виду, может быть, вы имеете в виду целеустремленность. Женщина это доброта и нежность, это правда. Красота мужчины и его достоинства по отношению к женщине, это бинка, кстати. Окей. Давайте я вам расскажу, как это, например, вижу я. А если бы я представила, что у нас есть вот рука и вот рука, да, и пошла бы, ну, вот путем там загибания пальцев. Я бы сказала тогда, что красота мужчины, да, это, ну, безусловно, речь там не о внешности. Красота мужчины для меня в любви, красота мужчины для меня в вере, причем, говоря слово вера, я не имею в виду там какую-то, ну, априори сверхрелигиозность, потому что религиозность может не иметь к вере никакого отношения. Можно назвать тогда верой глубокие нравственные ценности, глубокие нравственные идеалы. Однозначно красота мужчины для меня в знаниях, да, это то, что называется ум, это то, что называется образование, красота мужчины для меня в мужестве и красота мужчины для меня в благородстве. Так вот, если мы берем мужчину, у которого много любви, а в любви это всегда почитание женщины, да, такое возвышение, давайте прежде чем возмущаться, дослушаем про женщину. Если мы берем мужчину, у которого есть эта любовь, у которого есть вера, у которого много знаний, у которого есть благородство, как вам кажется, позволит ли он женщине за себя заплатить? Все, и точка здесь, да, точка здесь, ответ приходит очень быстро и очень просто. Если мы говорим, в чем красота женщины, опять-таки продолжение там предыдущего прямого эфира, понимая, что если душа находится на определенном уровне развития, то она определенно будет заботиться о своем теле. Ну и человек не будет ходить с немытой головой, с некрасивым, да, каким-то таким отвращением к самому себе, которое априори ведет к тому, что тело непривлекательно, внешность непривлекательна, и человек весь какой-то неухоженный. Так вот, красота женщины тогда будет точно так же в вере в этих нравственных высоких идеалов, а точно так же красота женщины будет в любви. И эта любовь будет почитанием мужа, и это почитание мужа будет такое вот, провозвеличивание мужа. Это очень красиво, когда это наблюдаешь, это то, что называется следование за мужчиной, когда мужчина один, да, то есть если мы смотрим на уровне, ну на уровне мироздания, мужчина – бог. То есть бог – мужчина, потом где-то там все остальные, и тогда это вот, вот оно, да, вот этот муж, он становится всем, мужчина становится всем. Дальше это однозначно будет не столько уже знания, сколько рассудительность, размышления, то есть то, что женщина может обладать меньшим набором знаний, чем мужчина, да, конечно. Конечно, однозначно это гибкость, да, то есть если мы понимаем, что мужчина, он может иметь такую более твердую природу, ну и обычно он ее имеет, то задача женщины – это природу обтекать. А не рубить его, да, не кастрировать его, а обтекать его вокруг, во-первых, для того, чтобы он расслабился в этой нежности, а во-вторых, для того, чтобы он мог, ну вот, ну что называется, вот он идет своим курсом, да, а она вот, 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 она его обтекает, дает ему течение, дает ему движение, плюс она помогает беречь тем самым семью, то есть если вдруг она постоянно рубит точно так же, как он, да, или она не способна сгладить какие-то углы, она начинает разрушать пару, да, потому что тогда она вот, ну, все время как будто пытается над ним, все время над ним. И плюс это же материнская такая вещь, когда, например, рождается ребенок, если вы не способны быть гибче, чем ребенок, да, если вы не способны сглаживать что-то для того, чтобы ребенок не устраивал истерику, да, или для того, чтобы не случался непременно конфликт, ну вот это такой весь, да, ваш недостаток как матери, да, это то, чему нужно учиться. Это чисто такая материнская тема, ну, и однозначно это благодарность, да, то есть такая текущая благодарность, когда женщина принимает и дает в ответ чувство, чувство. Значит ли это, что женщина вообще не вносит никаких денег в пару? Ну, конечно же, не значит. Мы смотрим на это, давайте, каким-то более трезвым взглядом. Пары бывают разные. Опять-таки, если мы берем двух врачей, мы понимаем, да, что, например, пока эти люди растут, да, допустим, до какого-то определенного уровня, в моей жизни встречались врачи, зарабатывающие колоссальные деньги. Так вот, пока человек растет до такого уровня или вообще хочет расти до такого уровня, естественно, учитывая реалии нашей страны, одному мужчине в одного, да, не купить там трехкомнатную квартиру в ипотеку, чтобы обеспечить свою семью. Соответственно, у них есть общий бюджет. Но при этом все равно мужчина больше берет на себя ответственности, все равно при этом мужчина закрывает женщину, когда там речь пойдет о декрете, а все равно, если вдруг, а не приведи Господь, я не знаю, 90-е, нечего есть, это мужчина пойдет добывать деньги любым угодным путем и так далее. Точно так же это будет история про то, что там, например, приглашая свою жену на свидание, он будет оплачивать эти расходы. Это если мы говорим вообще о супружестве. Если же мы говорим не о супружестве, а мы говорим о том, что мужчина ухаживает за женщиной, то вне зависимости от его дохода он закрывает этот вопрос. Потому что если он не закрывает этот вопрос, он вам подружка. И мне достаточно странно, когда идут какие-то рассуждения на тему того, что мы одинаково зарабатываем. Какая разница, одинаково вы зарабатываете или вы не одинаково зарабатываете. Я помню, что когда я была еще студенткой, 16-17 лет, мальчики из общежития, мальчики из общежития, тем не менее, изворачивались заработать какие-то небольшие деньги и потратить их на девочку. То есть, например, приходили с пакетом мандаринов. То есть, окей, это не были там, я не знаю, подарки из ЦУМа. Нет, конечно. Но он приходил с пакетом мандаринов. А когда мы шли, например, в супермаркет, пятерочка, он оплачивал сосиски и гречку. Ну, он это оплачивал. Он, да, а не что-то там, а теперь давай мы попилим этот чек. Помню, как мальчик из соседней комнаты, когда вот сегодня был как раз вопрос, там нормально ли это, что мужчина-иностранец пригласил к себе, билет я купила сама и оплачиваю расходы на свое проживание. Потому что живу-то я у него бесплатно, но что же здесь нормального? Вот я, например, помню, как мальчик, который прилетел из Калининграда и жил в общежитии, когда он летом пригласил к себе свою девушку, он какое-то время работал по ночам и разгружал вагоны. Во-первых, для того, чтобы купить ей билет, а, б, для того, чтобы, она очень любила лилии, для того, чтобы купить огромное количество вот этих самых простых ваз, расставить их по полу, и вся комната была уставлена этими лилиями, да, когда она к нему приехала. То есть окей, да, он не повесуя на Мальдивы, он не повесуя на Мальдивы, но он нашел, да, некий способ для того, чтобы ее укрыть. Да, для того, чтобы ее укрыть. Все, и вот это уже какое-то движение. Когда же вы идете в брак, да, и вы идете в супружество, вы понимаете, что если мужчина не готов, да, делать что-то для того, чтобы вас укрыть, зачем вы вообще туда идете? Тем более, когда речь идет, да, например, там, 30 лет, 40 лет, и мы рассуждаем в категории того, что, например, там, мужчина не способен отвезти вас в кафе на обед. Ну, понимаете, если он в 40 лет не способен отвезти вас в кафе на обед, то, наверное, стоит вернуть его маме. Да, наверное, стоит вернуть его маме. Потому что если мужчина не научился к 30-40 годам делать деньги, значит, нужно напрячься и научиться, да. И речь сейчас идет не о том, что он обязан делать миллиарды, да, речь не об этом. Речь идет о том, что он делает деньги, которые покрывают возможность, а каким-либо образом делать приятные женщине, которые я люблю, и которые покрывают возможность жить и есть. Да, это прожиточный минимум, да, вот такую вот возможность, да, возможность вообще как-то взять себе под крыло жену и ребенка. А если вдруг мы говорим о чем-то большем, да, и все-таки, наверное, большинство хотят чего-то большего, но, естественно, тогда, да, мы на это больше смотрим. Таких 70% населения. В России много незамужних женщин. И что, понимаете, ведь вопрос не в том, что во всем виноваты мужчины. Я об этом очень часто говорю, что, да, нам кажется, что нет мужчин, а мужчинам кажется, что нет женщин. И точно так же мужчина, который достигает определенного уровня сознания, да, и определенного уровня финансового благополучия, он точно так же может столкнуться с тем, что нет женщин. А, например, да, это такая очень частая проблема, что ты приходишь в ресторан, и ты понимаешь, что они все на тебя как-то виснут, просто потому что ты приехал на дорогой машине. А что у тебя внутри, да, за твоим банковским счетом, им, например, не очень интересно. Или они все готовы у тебя потреблять, но давать тебе женское, да, и речь сейчас не о половых органах, они не готовы, или у них этого нет. Или они не дают ему вообще возможности творить, расти, заниматься своим делом. Да, это может быть какая-то ревность, это может быть, например, обесценивание, это может быть все, что угодно. И тогда он не может, вот он не может взять и найти свое собственное место рядом с женщиной. То есть он может быть и сделать-то деньги. А найти себе жену, которой он готов это разделить, ну, это будет его задача. А это нельзя сказать, что вот это вот оно, вот оно везде, вот эти 70% незамужних женщин в России, они все под это подойдут. Нет, не подойдут. Вы сказали пункты про мужчину и женщину. Так, это улетело куда-то наверх. Как стать гибкой, обтекаемой, если боишься поглощения от мужчины? Понимаете, что значит поглощение? Ну, вы, наверное, боитесь агрессии, скорее так. И здесь тогда важно понять, кого вы проецируете на этого мужчину. Вы боитесь, что он вам что-то запретит? Да, или вы боитесь лишиться чего-то, так как, я не знаю, какой-то свободы. То есть тут важно посмотреть глубже, что для вас поглощение. Потому что если мы говорим о свободе, если мы имеем в виду пару, то вообще-то там никакой свободы нет. Свобода в смысле независимости. Любая пара, когда там любовь, когда там верность, когда там ответственность друг перед другом, там нет независимости. Ну, ее априори нет. Потому что ты действительно находишься, вот, как единое существо. Если же мы говорим о том, что вы боитесь, например, агрессии, то человек перестает бояться агрессии, когда перестает быть жертвой. Если мы говорим о том, что вы боитесь, что мужчина вас поломает, именно поломает, то здесь, во-первых, а, важно найти, кого вы к этой фигуре представляете, но обычно это какая-то родительская фигура. Плюс важно посмотреть на то сокровенное внутри вас, что, возможно, вы сама не очень бережете. То есть, предположим, у вас есть какие-то таланты, которых вы сомневаетесь, и не идете вперед. И вам кажется, что этот мужчина тоже вас обесценит, что этот мужчина тоже вас растопчет. Но это всегда такой вопрос, кем я являюсь на самом деле, и являюсь ли я тем, кем хочу быть. Мне кажется, что девушка, которая упорно продолжает говорить, что я якобы унижаю мужчин, потому что здесь не все олигархи и бизнесмены, просто не хочет меня слышать. Мужчина может работать в любой профессии, в любой. Вот в какой он хочет, он может работать. Если у него есть желание в этой профессии что-то делать, это нормальное такое желание вполне, а есть желание обладать знаниями и расти в этой профессии, но значит он состоится в этой профессии. И уважение начинается не в момент, когда у человека есть только деньги. Понимаете, я предположим, возьму какой-то очень простой пример. Возьмем, допустим, не знаю, человека, который занят тем, что там рэкетом, или человека, который занят тем, что скупает туалетную бумагу по 10 рублей, а продает ее по 15 рублей. Предположим, что он заколачивает там некий миллион в месяц. А если вам кажется, что у меня будет больше восхищения им, просто потому что у него миллион в месяц, чем детским нейрохирургам, потому что у него 100 тысяч рублей в месяц, но, наверное, вы в принципе просто не хотите слышать, что я говорю. О, у нас есть еще пять минуточек. Как состоится дворник в своей профессии, например? Понимаете, уважаемая Ная Аюпова, у нее нет вопросов к дворнику. И с дворником я обращаюсь уважительно. Когда я выхожу из дому, я здороваюсь. И с дворником, и с человеком, который открывает мне ворота, когда я выезжаю из дома, и с человеком, который будет парковать мой автомобиль, когда я встану у ресторана, я тоже с ним поздороваюсь и дам ему чаевые, потому что так правильно. Он занят своим делом, он работает. Но если вам кажется, что я когда-либо собиралась с этим человеком иметь отношения, вы заблуждаетесь. И думать, что все люди равны просто, потому что они люди, не нужно. И почему, собственно говоря, например, речь же не о том, о неравенстве на уровне того, что вы должны этого человека унизить, уничтожить, да, или устроить геноцид. Речь идёт о том, что пара – это условные каждой твари по паре. Так, каждой твари по паре. И предположим, человек, который не получил образования, да, не стремится к большему и занят тем, что катает тележку по супермаркету и собирает одну тележку в другую, но он никак не сможет совпасть на уровне пары, на уровне семейных отношений, например, с Анжелиной Джоли. И не потому, что Анжелина Джоли – красавица, а он, например, не такой красавец, а потому, что она в этой жизни много чего поделала для того, чтобы оказаться в том числе на том месте, где она есть. И они находятся в разных плоскостях. Вот есть травинки, есть кустики, есть берёзки, есть ёлочки, да, вот как помните в учебнике по биологии, да, вот так вот лесенкой расположены в лесу растения. На каком уровне вы решили расти? Пожалуйста, пожалуйста, растите ещё, растите ещё. А если вам кажется, что ёлочка, не знаю, с земляничкой как-то, они соорганизуются и дадут совместные плоды, ну, это маловероятно. Ёлочка с ёлочкой. И так, продолжаем дальше. А что если мужчина говорит, что никому ничего не должен? Понимаете, когда мужчины или когда женщины говорят, что никому ничего не должны, речь не о, речь, соответственно, не о паре, потому что в паре мы не должны, мы хотим. Это не модель базарных отношений. Это вот туда, куда мы вернёмся до самого начала. Если ты понимаешь, что Господь смотрит на тебя в любой момент, будешь ты так поступать или нет. Вот, собственно, и всё. Будешь ты так поступать или не будешь. Это не вопрос товарно-базарных отношений. Это не означает, что женщина не приносит в отношения вообще ничего. Это вообще никак не означает. Давайте на каком-нибудь другом примере, раз с ёлочками там как-то до кого-то не доходят. Давайте возьмём пример про самолёт. Самолёт почему не падает на землю, когда он летит? Самолёт не падает на землю не потому, что он крыльями опирается на воздух. Не потому, что он крыльями опирается на воздух. Потому что он подсасывает, подсасывается крыльями кверху, к небу, подсасывается. Так вот, если вы представите такой вариант, хотя бы начнёте об этом как-то вечером размышлять, что вы, как женщина внутри пары, или вы, как женщина внутри семьи, тем более, должны что-то каждый момент жизни делать, для того, чтобы подсасывался кверху, к выше, повыше, повыше, ещё повыше, то тогда вам становится понятно, что вообще-то это большая роль. И то, сколько там кто вложил денег, это как раз-таки вот эти вот игрушечки. Игрушечки. Эти игрушечки имеют значение. Безусловно, они имеют значение. И тем не менее, есть большие процессы. Итак, к большим процессам, к самолётам, ёлочкам, да, и, например, ягодкам, можно вернуться, например, завтра, да, или послезавтра. Можно вообще, в принципе, подумать о том, что, если у человека есть его какая-то великая цель или большое восприятие, да, что такое быть мужчиной, что такое быть женщиной, он будет держаться этого в каждый момент времени. Вот в каждый момент времени. И тогда в каждый момент времени я понимаю, что есть что-то, да, что я делаю для своего партнёра. Не только он для меня делает, но, безусловно, и я для него делаю. И деньги это просто вот какой-то такой процесс, да, помимо остальных процессов, которые вообще-то не купишь. Этот процесс отнюдь не про то, что там женщина, она нужна мужчине для того, чтобы помыть посуду. Как бы нет. А все прекрасно понимают, что мужчина может взять и купить себе посудомоечную машину или оплатить себе домработницу. Это вообще-то дешевле. Но это тем не менее означает, что да, женщина, когда она находится в отношении, ей хочется о нем заботиться. И в том числе убрать после него тарелку. Например. В том числе погладить ему рубашку, если она у него не глажена. В том числе, я не знаю, а сделать ему минет, а потому что он вернулся уставший с работы, у него там глаза на выкате, а он злой, ему тяжело, ему плохо, и она знает, да, что она может что-то сделать для того, чтобы ее мужчина расслабился. Это не про то, что она продает себя, потому что он носит ей деньги, а потому что она его любит. Вот об этом можем поговорить в следующий раз. Вообще, где-то там на днях будет повышение я и ты, поэтому кто хотел попасть по первой цене, можно попасть. Хорошего вам вечера. Знаете, что мы сделаем? Давайте я оставлю сегодня окошко после прямого эфира для вопросов, и можно быть спокойненько какие-то, если они остались, туда их попомещать. соответственно мне станет понятно, а что так непонятно я говорю, что это не доносится до разумов многих присутствующих. Хорошего вам вечера.